Привет! С вами Стас Давыдов и самые горячие моменты недели в программе Тандер Шоу. Сегодня возвращение постоянной рубрики «Наземка против летунов». И поверьте, борьба становится только более ожесточенной. Поехали! Штурмтигр, как известно, ключевая машина в противовоздушной обороне. В этот раз прицеле не вертолёт, а летящий на приличной скорости Ил-10. Но штурмовому зенитчику всё равно. Он берёт гигантское упреждение, отстреливает реактивный снаряд. Идеальное попадание! На «Страже небес», впрочем, не только штурмтигр. Никита Ранг пускает очередь из зенитного пулемёта и почти одновременно срезает сразу две кобры. Красиво вошли в поток пуль. Пятиминутка высокой, во всяком смысле эстетики. Пилот «Айншац» на отчаянно красивом яке отчаянно красиво выходит на охоту в предблизовой пустыне. Честно говоря, это можно просто смотреть, как увлекательный боевик, но позвольте дать небольшой спойлер. То ныряющий в облака, то стелющийся по поверхности воды шельмец настреливает аж в 18 целей. Кто положит конец этому беспределу? Вероятно, кто-то вроде вот этого танкиста. Он, правда, сидит на совсем другом боевом рейтинге, 4-0, но уж точно достоин бороться против самых зубастых противников. Тут без особых комментариев. Просто танковые реалистичные бои, просто 34 фрага. Подумаешь, всего-то. Помните предыдущий рекорд по скорости вылета с ядерной бомбой? Так вот у нас новый чемпион, который каким-то чудом смог прорубиться через бесчисленных врагов и дорваться до цели еще быстрее. Аж на 5 секунд! Новое время. 3 минуты 5 секунд. Что, сможете быстрее? Под конец, заходите с нами на Life for Thunder и держите печеньку. Она немного твердая, осталась просто с новогодних праздников. Макайте в молочко почаще и нормально. Будет объедение. Кстати, кто как питался с прошлого раза? Что-то более проверять не буду, а я все проверю. И по ежедневному потреблению воды пройдемся. Того глядишь и до режима сна дойдем. Ладно. Если без шуток, то спасибо за хапку повторов. И, как всегда, ждем ваших новых подвигов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok